На пятом месте Новость о том, что Ассоциация бойскаутов Америки подала заявление о банкротстве 8 февраля эта молодежная организация отметила свою 110-ю годовщину Заявление о банкротстве происходит на фоне сотен исков о сексуальном насилии от тысяч предполагаемых жертв и стремительного сокращения сотрудников и клиентов Стоит отметить, что признание судом банкротства этой организации приостановят все гражданские тяжбы против нее Пол Монс, адвокат из Лос-Анджелеса, представляющий интересы пострадавших от сексуального насилия в индивидуальных судебных процессах, назвал потенциальное банкротство трагедией В апреле прошлого года открытые судебные заседания показали, что около 8 тысяч бывших сотрудников и инструкторов Ассоциации бойскаутов были вовлечены в сексуальное насилие над более чем 12 тысячами детей в течение 72 лет Определение стоимости активов бойскаутов Америки может оказаться сложной задачей В своем последнем годовом отчете за 2018 год Ассоциация заявила, что у нее есть полтора миллиарда долларов Однако сотни местных советов имеют и свои собственные средства Морган Стэнли приобретает и Trade Financial Corporation за 13 миллиардов долларов Этой публикации мы отдаем четвертое место Инвестбанк заплатит 58 долларов 74 цента за каждую акцию компании На фоне данной новости бумаги Морган Стэнли просели более чем на 4% При этом акции и Trade взлетели на 23% Сделка с eTrade предоставит нам отличную возможность увеличить рост нашего бизнеса по управлению активами Сказал Джеймс Горман, председатель и генеральный директор Морган Стэнли Кроме того, это соответствует нашей стратегии по переходу на облегченный бизнес-баланс Концентрируясь на более надежных источниках дохода, добавил он Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года Напомним, что в прошлом году Чарльз Шваб приобрел TD Ameritrade за 26 миллиардов долларов Тогда аналитики сразу предположили, что eTrade также может быть заинтересована в поиске партнера Поскольку брокерская индустрия сталкивается с растущим давлением от торговли с нулевой комиссией Третье место нашего рейтинга занимает новость об изменениях в миграционной политике Великобритании Соединенное Королевство планирует закрыть свои границы для неквалифицированных рабочих И тех, кто не владеет английским языком В рамках фундаментального пересмотра иммиграционных законов Который призван положить конец эре дешевой рабочей силы на заводах, складах, гостиницах и ресторанах Лидеры промышленной отрасли сразу же обвинили правительство в покушении на экономику Предупредив о катастрофических последствиях, связанных с потерей рабочих мест и закрытием производства Либерал-демократы указывают на то, что новая политика ударит по здравоохранению Любой, кто захочет приехать в Великобританию на работу, должен иметь предложение с порогом зарплаты в 25 600 фунтов При этом уровень дохода от 20 380 фунтов может быть принят в особых случаях Если возникнет нехватка навыков, таких как уход за больными Вне закона окажутся самозанятые иностранцы, например, польские сантехники или румынские строители Без официального трудоустройства Правительство намерено начать всеобъемлющую кампанию по подготовке работодателей к вышеупомянутой трансформации в январе следующего года Когда граждане ЕС будут рассматриваться так же, как и все другие иностранцы В Китае растет количество частных инвесторов Так звучит заголовок новости, которая находится на втором месте ТОП-5 Количество зарегистрированных инвесторов в Китае превысило число членов Коммунистической партии Этому способствовала политика экономического стимулирования и перспектива улучшения торговых отношений с США По состоянию на январь прошлого года зарегистрированные счета владельцев акций, номинированных в юанях, увеличились на 8,8% до 160 млн 600 тыс. долларов Прогноз для фондового рынка остается на повышении, даже если рынкам потребуется какое-то время на восстановление из-за вспышки коронавируса, отмечают аналитики Быстрый рост участников рынка подчеркивает, почему Китай с 30 трлн долларов в национальных сбережениях домашних хозяйств имеет такую привлекательность для брокеров и банкиров Причина кроется в использовании быстрорастущего потребительского спроса и увеличении представителей среднего класса в стране BlackRock, JP Morgan, Amora Holdings – это лишь часть глобальных финансовых институтов, стремящихся к расширению на материковом Китае Огромное количество трейдеров также объясняет, почему китайские регуляторы по ценным бумагам стремятся поддерживать плавающие цены на акции Особенно на рынке односторонних ставок, где короткая продажа жестко регулируется На первом месте рейтинга новость о том, что Япония находится на грани рецессии Экономика Японии сокращалась самыми быстрыми темпами за прошедшие почти 6 лет в последнем квартале прошлого года Поскольку повышение налога с продаж повлияло на потребительские и бизнес-расходы, что повышает риск рецессии Поскольку вспышка коронавируса в Китае охлаждает глобальную активность Аналитики говорят, что растущие последствия эпидемии, которая наносит ущерб производству и туризму могут оказать значительное влияние на Японию, если ее не остановить в ближайшие месяцы Вполне вероятно, что в январе-марте экономика переживет очередной спад Вирус в основном поразит въездной туризм и экспорт, но может также сильно повлиять на внутреннее потребление Сказал Таро Сайто, научный сотрудник исследовательского института НЛА Если эта эпидемия не будет побеждена до начала Олимпийских игр в Токио, ущерб экономике будет огромным, сказал он Воловой внутренний продукт Японии сократился в годовом исчислении на 6,3% в период с октября по декабрь Это намного больше прогноза аналитиков 3,7% Японские акции упали на перспективах рецессии, а индекс Nikkei снизился на 0,7% Это был топ-5 самых значимых новостей недели по версии нашей команды Какому событию вы отдали бы первую строчку рейтинга? Делитесь с нами ваше мнение в комментариях к этому видео Школа трейдинга Бориса Купера предлагает уникальную авторскую программу обучения для каждого, кто хочет научиться торговать и зарабатывать на бирже Курс содержит онлайн обучение, инструменты для прокачки ваших навыков, живой финансовый блок, а также консультации с опытными трейдерами Научитесь инвестировать с умом! Регистрируйтесь на сайте boriskuper.com Евро-доллар снижался в первой половине прошлой недели и достиг минимального уровня с апреля 2017 года на отметке 1,0777 Закрыв ценовой разрыв трехлетней давности В пятницу котировки развернулись от новой поддержки и выросли к уровню 1,0847 Резкий разворот свидетельствует об окончании текущей фазы снижения и начале этапа коррекционного роста Доллар США остается лидером валютного рынка и пользуется высоким спросом у трейдеров Две основные причины, обеспечивающие рост американской валюты – это высокие риски, связанные с распространением коронавируса и стабильностью американской экономики В случае пары евро-доллар можно добавить еще один фактор – слабый экономический рост в еврозоне и негативные прогнозы в краткосрочной перспективе Эпидемия коронавируса значительно сильнее повлияет на еврозону, поскольку Европа более чувствительна к спадам мировой торговли Аналитики по-прежнему ожидают замедления экономики в США, которая в конечном итоге ослабит американский доллар Германия, крупнейшая экономика еврозоны, за весь 2019 год выросла на 0,4% Производственный сектор страны находится на спаде середины прошлого года, о чем свидетельствуют данные о снижении объема промышленности и новых заказов Экспортно-ориентированная страна сильно зависит от продаж в Китае, поэтому в текущих условиях ситуация в производственном секторе может только ухудшиться из-за падения поставок Пятничный рост курса единой валюты был вызван неожиданным укреплением предварительных показателей деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны в феврале Индексы все еще находятся ниже ключевого уровня 50, что говорит о продолжении спада в промышленности, но смогли укрепиться по сравнению с данными прошлого месяца Сложно ожидать начала восстановления сектора производства на фоне неизбежного спада экспорта в Китай, но релиз в пятницу вероятно обозначит начало коррекционной фазы Перед разворотом котировок пара уже вошла в сильную зону перепроданности и даже сильный спрос на американскую валюту не смог удержать актив от коррекции По традиции, евро-доллар будет расти до предыдущего локального уровня поддержки Таким образом, можно ожидать укрепления котировок к отметке 1,10 в ближайшей неделе Дальнейшая динамика будет во многом зависеть от коронавируса Но, скорее всего, спрос на доллар останется высоким, что приведет к новому этапу снижения в область уровня 1,08 Фунт доллар снизился на прошлой неделе к отметке 1,2955 В Великобритании опубликовали много макроэкономической статистики, которая в основном оказалась сильнее ожиданий Но сильный спрос на доллар не позволил котировкам вернуться к уровню 1,30 В четверг пара достигла трехмесячного минимума 1,2848 на фоне высокого спроса на доллар, но уже в пятницу откатилась более чем на 100 пунктов Ключевыми данными прошлой недели стали показатели инфляции и розничных продаж Великобритании Рост потребительских цен в январе укрепился до 1,8%, а базовый индекс вырос на 1,6% в годовом выражении В предыдущем месяце инфляция снижалась, что увеличивало вероятность сокращения процентной ставки Банком Англии Теперь это решение не является неизбежным и необходимым, по крайней мере, в ближайшее время Поэтому британский фунт получил поддержку против доллара Объем розничных продаж Великобритании в январе также вырос на 0,9% Результат стал самым сильным месячным укрепением с марта 2019 года и позволяет надеяться на дальнейшее восстановление потребительской инфляции В пятницу в Великобритании вышли показатели деловой активности в производстве и секторе услуг Производственная активность укрепилась сильнее прогнозируемого, а вот сектор услуг, напротив, замедлился В итоге влияние данных на рынки было незначительным, и британская валюта восстановилась в конце недели на фоне локального спада доллара Сильный рост потребительской инфляции и объема розничных продаж в Великобритании не смог полностью компенсировать слабость фунта Ожидание более сильного налогово-бюджетного стимулирования заставили рынки снизить оценку шансов на сокращение процентной ставки Банком Англии в 2020 году В конце недели вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в течение года снова выросла И в данный момент оценивается примерно 80% против 69% в середине недели Но многие аналитики считают, что данные из Великобритании могут измениться в сторону укрепления из-за оживления экономики после выборов Еще одна причина опасений состоит в том, что и ЕС, и Англия ужесточили свои позиции перед началом переговора в следующем месяце Главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барне заявил, что процесс обсуждения будет довольно трудным, особенно из-за поправок о равных условиях конкуренции Британская сторона отметила, что принятие надзора ЕС над равными условиями идет против идеи Брекзита История последних лет показывает, что новые переговоры будут сложными и долгими, что снова ставит экономику Великобритании в невыгодное положение В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост евро-доллара к уровням сопротивления 1,0860, 1,0880, 1,0900, 1,0930 и 1,0970 По фунту доллара ожидаем дальнейшее снижение к уровням поддержки 1,2940, 1,2920, 1,2900, 1,2860 и 1,2830 Информационный портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики Ждем ваши комментарии